Городское родительское собрание посвятили детской безопасности дорожного движения. Представители от учреждения образования ко встрече подготовились. Оказалось, что волнует родительское сообщество целый комплекс проблем. Многие дети, понимаете, они идут так, как и вели в детский сад. Но по неголу идут, они не смотрят по сторонам, потому что посадили машину, привезли, высадили, забрали за ним, посадили. Дети не ходят, но и по дорогам. Выход здесь на регулярной основе – проводить с младшими школьниками экскурсии по улицам, попутно устраивая ликбез по правилам дорожного движения. При этом теоретическая база в детских садах и учреждениях образования города создана. Есть абсолютно вот эти автоплощадки, которые позволяют детям играть в правила дорожного движения. И действительно сегодня условия созданы. Есть ряд учреждений, которые городской набор там реально в основном детей привозят. Я просто уверена, что большинство учреждений, дети 85-90% сами пешком идут из микрорайона, поэтому у них немножко другая история. И там маршруты выстраивания другие. Другая проблема – высокая автомобилизация Сургута. Жители ставят машины, где попало, тем самым мешая пешеходам. Те же самые родители, которые здесь сидят, они и ставят эти машины там, понимаете, привозят детей и ставят именно там, что детям не пройти, не обойти. Там нет ничего, просто ребенок идет и не знает, и теряется, куда ему пойти. Там абсолютно правая форма не регулируется. Люди разъезжаются, как попало, ставят машины, как попало. Дети ходят по дорогам, потому что тротуары полностью забиты с утра машинами. Все тротуары. Ребенок встает перед выбором, идти ему по дороге или вообще не идти в школу. С этим власти намерены бороться при помощи системы Паркон. Учить жителей Сургута правильно парковать свои машины будут техника и письма счастья. И вот эта система, то есть камеры и так далее, которые установлены на автомобиле, которые будут курсировать по определенную маршруту внутри микрорайонов. И в зоне действия знаков, либо при неправильной парковке автоматически будут приходить, скажем так, также письма счастья, которые мы все, ну так или иначе, кто-то больше, кто-то меньше получает. Кроме того, в планах у чиновников сделать движение в некоторых дворах односторонним. Родители просят навести порядок и с тротуарами. Там, где их нет, сделать, плюс установить освещение. Наш тротуарчик, вот уже остаток, потому что до половины музыкальной школы тротуар есть, а от половины до лицея это отсутствует. У нас очень большая проблема из-за этого забора, потому что теперь там сутолок из-за подъезжающих машин. И отсутствие тротуара, это очень опасно. Мой ребенок в прошлом году чуть не попал под газель и рассказывает мне, как он лежал под колесом. Хорошо, бабушки спасли. Еще хотелось бы, конечно, добавить к вашему нормативному документу, который вы пытаетесь составить, освещенность. Нет освещенностей. Администрация в курсе и этих проблем. Правда, почему дополнительное освещение нельзя было установить раньше, не ясно. Но все же намерение сделать это есть. Посмотрим, может быть, дополнительно на детской школе искусства сделаем какое-то дополнительное освещение. Да, его можно тут не возьмите. Хорошо, я слышу. Мы посмотрим. Детская школа искусства наша стоит на 52 ГЦМ. Мы посмотрим, как эту сторону подсветить. Задача администрации города по признанию чиновников обеспечить безопасность граждан. А подобные встречи с родительским сообществом позволяют глубже вникнуть в суть проблемы и узнать их, что называется, из первых уст. Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. Дмитрий Круковец, Денис Зонов.